Ну что, салам, друзья, меня зовут Саша. И сегодня будет просто неимоверно крутое видео. Дело в том, что 23 числа, в этот вторник, моему каналу исполнялось 7 лет с его создания. Начал, конечно, снимать намного позже, но это не важно. Круглая дата, 7 лет. И вот я сел и задумался, чем же можно нас с вами порадовать. И придумал, наконец-то. Мы этого очень долго все ждали. И, наконец-то, это случилось. Сегодня для канала Сониок эксклюзивно даст интервью рэп-исполнитель Бегалы Белегбаев, более известный как Бегиш. О, кажется, он уже звонит. Поэтому не будем терять ни минуту, мне пора бежать, и вас заберу с собой. Здравствуйте, Бегиш. Очень круто то, что вы смогли с нами сегодня связаться. Сегодня мы проведем такое мини-интервью со звездой. Да. У нас будет несколько вопросов интересных, которые в том числе и вопросы от зрителей. Они интересны и в том числе больше связаны с музыкой и вашей карьерой. Я слышал уже очень много ваших песен. И у меня есть очень классные песни, которые мне нравятся. Ну, вернее, у вас есть песни, которые мне очень нравятся. И я по ней тоже задам вопрос, и будет очень интересно. А в конце будет ждать такой бонус-вопрос. Тоже будет интересно. Ну что, будем начинать? Окей, да. Салам, Саня. Салам всем твоим подписчикам. Я готов к твоим вопросам. Надеюсь, получится очень интересный эфир. Да, надеюсь, получится хорошо. В общем, начинаем с первого вопроса. Это самый интересный и, я думаю, самый основной вопрос, который задают на каждом интервью. Это почему вы решили заняться именно музыкой? Да, на самом деле, это тот вопрос, который мне уже в течение 10 лет задают на всех интервьюшках. Ну, я скажу так. Вначале это было как хобби. Я взял в аренду аппаратуру, которая сдавалась у нас здесь на местном сайте. Взял аппаратуру в аренду. Хотел сделать это как бизнес просто. Поработать на этом, заработать. И взял аппаратуру, построил студию. Начали приходить клиенты, записываться. А в свободное время я решил сам записаться. И вот так и все началось. То есть, изначально это была как коммерческая студия, так сказать? По идее, да. Я сам не планировал читать рэп. Но так как там свободного времени много было, я решил сам тоже записаться, попробовать, как это получится. А потом уже я стал популярным, скажем, вначале где-то в универе, потом у себя на районе. И потом дальше больше. И это стало работой. А какая была самая первая песня, которая за все время была написана? Самая первая песня, она называлась «Дяшомдуны рахаты». Вот она вышла где-то в 2010 году. А я такой песни не слышал. Да-да-да. Потому что, ну, это старый материал, во-первых. Во-вторых, на него не было никакого видеоряда. Ряда, вот, а самая первая песня, которая попала на радио, она называется «Дялзым», она вышла в 2011 году. Вот после этого стало очень интересно спросить, а что же все эти года вдохновляет вас на это творчество, на музыку и все такое? Наверное, в первую очередь, ну, раньше так было, да, в первую очередь это любовь народа, любовь народа к моему творчеству. Вот все, что это, это то, что в основном, да, в первую очередь меня вдохновляет, это любовь слушателей. Ага, понятно. А вот если вы уже решили заняться музыкой, то почему именно рэп? Потому что в студии все писали рэп или нет? Ну да, по идее, да, я сам тоже был, ну как, я до 2010 года слушал разную музыку, в основном не рэп, но так как мы записывали, в основном приходили рэперы, и в то время у нас, как сказать, было такое переходное время от эстрадных песен к рэпу, да? Рэп стал более... Да, я много слышал эстрадных песен, там много артистов тоже очень интересных. И мне очень понравилось, вот я как раз-таки впервые, когда познакомился с рэпом, ну именно кыргызским рэпом, я послушал как раз вашу песню, совместно еще, с кем-то я уже не помню, там было про то, про современных ребят, которые, получается, раньше дрались, а сейчас нет. Вот я не помню, как эта песня называется. А, это было Гочанн Балдары, да? Да, да, наверное, это она была, просто я уже не помню название. Давно это было, наверное, месяца в семь назад уже. Вот. Да, где-то так, может, год. Да, да, да. Вот очень интересно, какие вообще были самые первые мысли во время записи первой песни? И о чем это было? Где это было? Было ли какое-то волнение? Там эмоции? Да, да, это было волнительно, если честно, я до сих пор помню, когда вот зашел в кабинку, в вокалку, где голос записывают. Я тогда читал через бумажку свой текст, и я помню, как из-за того, что я волновался, у меня руки тряслись, и я слышал в наушниках, как у меня руки трясутся, как бумага вот эта трясется. А сейчас вы на память все песни, да, записываете? Нет, нет, сейчас тоже через телефон все читаю. Я, например, раньше, если я готовился к записи, там, я мог неделями готовиться, да, в день по 20, по 30 раз отрепетировать это все. Ну, в начале было так, а сейчас я могу сегодня вечером написать песню, на следующий день уже быть на записи. Ну, это очень круто. А вот было волнение, например, как зрители это оценят, и сколько вообще было дублей? Очень интересно. В начале, да, в начале было волнение, сейчас уже нету такого, как бы, сейчас я больше делаю то, что мне самому нравится. Вот у меня тоже так было, я когда начинал тоже свою деятельность, в начале было волнение, я там за каждую вещь переживал, а сейчас уже такого нету. Как-то уверенно себя чувствую в этой сфере, так сказать. Ну, это классно. Мы тоже смотрим твои видео, не только я, а мои коллеги, друзья смотрим твои видео, потому что ты... Классно. про нашу страну, ты про нашу эстраду делаешь, разные видосы, и нам это интересно. Я думаю, что основная часть твоей аудитории, это как минимум из Центральной Азии. Да, я знаю. Там у меня есть, в основном, из Кыргызстана и Казахстана, ну, еще сейчас там из Узбекистана люди тоже появляются. И вот встречный вопрос, так как уже началась эта тема, я хотел задать этот вопрос чуть-чуть попозже. В общем, очень интересно, как вы вообще попали на мое видео, ну, там, реакцию, например, на вашу песню, и какие были эмоции, когда я впервые из Украины парень слушал ваш рэп? Знаешь, я, наверное, попал от своих же подписчиков, как они отмечали, себе в сторис закидывали твои видео и отмечали меня. Я, наверное, впервые увидел оттуда. Я помню, я тоже делал сторис, когда мне очень понравилась песня «Бейби Жан», я тоже отметил, и вы меня в сторис закинули. Да-да-да. И еще, да, как раз-таки с этой песней. Вот моя самая любимая песня, это «Бейби Жан». Она просто безумно мне нравится, у меня там есть даже два видео, ей посвященное. Это аудиоверсия и версия уже с клипом. И вот мне очень интересно узнать, ну, чему посвящена эта песня и что вас натолкнуло на ее создание? Знаешь, у меня жена, она супруга, она 10 лет жила в Америке, училась там, и вот мы, когда дома с ней разговариваем, я ее называю «Бейби Джан». Ага. Это, «Джан» — это на крыглском, а «Бейби» — это на английском, получается «Бейби Джан». Вот, крыглский английский. Прикольно. И вот именно из-за этого и пошла песня. Да-да-да, все-таки началось. То есть эту песню целиком вы ей посвятили? Да, получается так, да. Да, это классно. Вот еще сразу очень интересно узнать. Вот, например, у меня, кстати, очень много смотрят начинающих исполнителей, в том числе и рэп-исполнители, пишут мне там, например, у меня вышла недавно новая песня про пиарь и все такое. Что бы вы могли посоветовать таким начинающим рэперам? Какие, может быть, вещи применить, какие корректировки и все такое? Например, от 12 до 17 лет. Ага. Знаешь, вначале, ну, вначале, я думаю, нужно написать такую песню, которая, например, если тебе 15 лет, тебе сейчас, на данный момент, не стоит, да, писать такие песни, типа, поучительные. Ты сам еще в жизни много не увидел, и для этого, ну, из-за этого тебе не нужно сразу же там, поучительные песни писать или кого-то направлять, как жить, или что делать. Ну, все должно быть взаимосвязано с твоим возрастом. Например, в 15 лет мы можем, что, первый раз влюбиться, да, писать те песни, которые тебе подходят, в первую очередь. А, то есть, которые сами лежит душа к ним. Да, то, что из жизни ты берешь, по идее, да, и вначале нужно писать коммерческие песни, те песни, которые легко могут уйти в народ. Например, то же самое, то, что про первую любовь будешь писать в 15 лет тебе, эта тема хорошо подойдет для твоего лоба. Ну да, потому что эта тема всем близка, наверное. Да, 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 многие могут вспомнить свою первую любовь и тому подобное. вот в начале нужно писать такие песни, которые легко воспринимаются народом, которые знакомы людям. Ну, я так считаю, да, конечно же, есть разные люди, они могут иметь свое мнение. вот, а потом, когда ты уже сформируешься, станешь полноценной звездой, ты можешь делать то, что ты хочешь сделать, то, к чему душа твоя лежит. Да, а вот очень интересно узнать, так как я не слышал вашу первую песню, она вообще набрала огромные обороты или не очень? То есть, после этого, как вы действовали? Ну, знаешь, это было в 2060 году, в то время интернет еще не так развит был, в то время люди перекидывали песни через блютуз или через ик-порт. Да, да, я знаю. В то время было модно, там, если ты увидел своего друга, у него есть телефон, ты сразу же спрашивал у тебя, у тебя какие песни есть, можно я скину, там, посмотрю твой плейлист. И мои песни в то время, они шли только через блютуз, и я думаю, что они для того времени набрали очень хороший оборот. А по радио их не крутили тогда? По радио нет, по радио, вот первая песня она в 2011 году попала. А какая это была песня? Песня «Залузом» называлась. Ага, понятно. А вот еще очень интересно спросить по поводу того, чего нам можно ждать в будущем. Так как уже вот недавно выходила тоже песня «Облако 53», по-моему, тоже я ее смотрел. Да. Прикольная песня вышла, и клип классный был. Вот, и мне очень интересно, чего можно ожидать от вас в будущем? Будут ли какие-то новые фиты совместно с кем-то, или хиты какие-нибудь классные? Ну, да, я вот, ты, наверное, знаешь, я в феврале, 2 февраля выпустил альбом, сольный альбом, над которым я около там 3-4 лет работал. Он получился как, чуть-чуть экспериментальный, некоторые песни зашли, некоторые песни не зашли. Из-за этого я вот думаю, сейчас у меня есть пару песен, они больше душевные, больше такие, осознанные треки, да, это про свою дочь, про жену, про родителей, я сейчас хочу больше такие душевные песни, и, наверное, вот я уже я сегодня вот записал песню про свою дочь, она посвящается моей дочке, Кызым называется, вот в скором времени я выпущу ее, потом выпущу песни про родителей, пока что вот такие планы. Да, а будут клипы к этим песням, потому что вот очень классно смотреть душевную какую-то песню, там, например, про родителей с каким-то клипом истории, вот я видел уже такие клипы, это очень душевные, некоторые песни даже до слез затрагивают. Ну да, я с тобой согласен, конечно, зрительный, ну клип тоже играет свою роль, из-за этого я буду стараться снимать на эти песни клипы, но вначале, я думаю, вот песню посвященную своей дочке я выпущу аудиоверсию. Ну как и с Бейбижаном тоже было. Да, а потом снимем клип. А будут ли какие-то фиты совместно с кем-то? Ну, я думаю, что будут, но пока что нету конкретно с кем будут и когда будет. Да, понятно. А вот теперь у меня есть один очень интересный вопрос, вот во время нашего разговора было очень интересно узнать про вашу историю, то, что вы советуете молодым исполнителям, и теперь у меня появился такой, так сказать, бонус вопрос. Как вы можете отнестись к моему предложению о таком мини-интернет-проекте начинающего исполнителя? А что от меня требуется? Получается, мы можем совместно с какими-нибудь другими исполнителями тоже так провести интервью, а в будущем, так как у меня есть уже многие зрители, которые тоже мне скидывают, например, в директе свои песни, свои, например, на ютубе загружают хип-хоп, рэп-песни, будет очень интересно, если вы, как уже очень успешный эксперт, так сказать, в этой сфере, сможете тоже помочь им, дать какие-то советы, и я думаю, из этого выйдет очень интересная рубрика, и людям будет приятно, и будет много молодых, начинающих, классных исполнителей. Да, на самом деле интересный проект, мы должны посмотреть, обдумать это все, конечно, если по условиям и по времени мы сойдемся, я как бы за. Всегда хочется поддерживать новых талантов, новых стремительно талантливых людей. Знаешь, я вот где-то год назад открывал школу, школу рэпа, и вот тогда я понял одно, то, что многие люди, они просто приезжают на твои уроки, лишь бы посаламкаться с тобой, поздороваться, увидеть тебя, вот и все, я не увидел там таких людей, которые амбициозные, которые стремительные, знаешь, таких людей было мало. Если в твоем проекте будут люди, которые на самом деле хотят этого, хотят развития, хотят улучшить свои скиллы, то я согласен, я за. Да, это было бы очень круто. Я думаю, было бы еще отлично подключить каких-нибудь будущим еще исполнителей. Вот, например, каких исполнителей вы можете посоветовать, например, из Кыргызстана подключить к этой теме? Будет ли им тоже интересно? Ну, я тебе Америку открывать не буду, это те же слушатели, мои друзья, коллеги, те люди, которых ты у себя на канале перепостишь, это, я думаю, Лукманапу, Байстан будет интересно. Да, вот, так как уже вопросы, в принципе, подходят к концу, вы можете рассказать нам что-нибудь еще интересное от себя или у меня что-то спросить, тоже может быть интересно, что-то. Когда ты приедешь в Кыргызстан? Не знаю, как только будет первая возможность, я бы с радостью приехал. Вот в основном я сейчас, когда куда-то езжу, я езжу с родителями и вот надеюсь, то, что они рано или поздно поедут в Кыргызстан и тоже возьмут меня с собой. Ну, по-любому, если они поедут туда, то я поеду тоже. Классно. А где бы ты в Кыргызстане хотел побывать? Ну, я бы хотел побывать на Иссыкуле, вот это очень интересно, и в Бишкеке. Ну, и вообще, я смотрел уже очень много городов, у меня есть, получается, рубрика на канале, это путешествие по городам, там я посетил, наверное, практически 90% городов, там и Ош, и Каракол, и Бишкек, и другие города, и в общем, очень много классных городов, но больше всего мне запомнился почему-то Бишкек и Ош, очень интересные города. Да, Ош, такой древний город, обязательно, если приедешь, съезди в Ош, на Искуль, еще советую тебе в Талас ездить, так как там... Да, еще очень интересно было бы, там я видел, у меня было видео про озеро, которое, я не помню, как оно работает, но в общем, оно в одно время года есть, а в другое время года его нету. Интересно, может ты про Сон-Коль или про Чатур-Коль говоришь? Да, 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 Сон-Коль, по-моему. А, про Сон-Коль, я делал на него виртуальное путешествие, у меня есть точки виртуальной реальности, я придумал рубрику, как бы, так как я пока что в Кыргызстане еще не был и не знаю, когда поеду, я вот так, можно сказать, путешествовал виртуально туда и видел там просто невероятные красоты природа и очень хотелось бы там побывать в жизни. Ну, круто, надеюсь, ты приедешь когда-нибудь в Кыргызстан и мы встретимся. Многие люди будут рады видеть тебя в Кыргызстане. Угу, да. Как-то вот так. Ну, все тогда. Желаю удачи твоему, твоим проектам. Спасибо. Радуй нас новыми видосами, чтобы наш народ смотрел свой канал почаще, побольше и надеюсь, когда-нибудь увидимся, встретимся в Кыргызстане. Да, было бы очень классно. Все, давай, Санек, на связи. Удачи. Вам тоже. Вау, друзья, это было правда офигенно. Бегишу огромный респект за возможность подарить свое время на интервью со мной. Это просто фантастика. А вам, мои друзья, желаю отличных летних выходных и следите за новыми видео на канале Санек. Нажимайте на вот эту вот красную кнопку подписаться, на сильненький колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Комментируйте, как вам понравилось интервью и будьте готовы к новому шоу «Проба голоса». Думаю, друзья, этим летом я смогу собрать команду экспертов для вас и ваших талантов. Ну, а пока, друзья, кирушкинче.